В городской службе спасения сообщают об инциденте в заводском районе. Накануне очевидцы позвонили на пульт оперативного дежурного. Они рассказали, что в доме номер 30 Б по улице Брянского, открытого окна второго этажа, сидит ребенок шести лет. Мальчик плакал всю ночь, но к нему так никто и не подошел. Поисково-спасательное подразделение прибыло на место. С помощью выдвижной лестницы спасатели поднялись на второй этаж, сняли с окна москитную сетку и эвакуировали шестилетнего ребенка. По словам соседей, мама ушла из дома накануне ночью, оставив мальчика одного в квартире. Ребенок не пострадал, медицинской помощи не нуждался, был передан матери. Эта рабочая неделя для саратовцев станет четырехдневной пятницей, объявлена выходным днем. Все потому, что 12 июня отмечается День России. Продолжительность рабочего дня 11 июня сокращается на один час, связанная с тем, что он является предпраздничным. Помимо этого, президент России объявил 24 июня нерабочим днем в связи с запланированным парадом и салютом в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Как отмечают в Министерстве труда и занятости, на заработной плате дополнительный выходной никак не скажется. Российские авиакомпании изучают возможность возобновления международного пассажирского авиасообщения с середины июля. Об этом сообщает Интерфакс. Как пишет издание, это станет возможным, если в стране будет наблюдаться сокращение числа заболевших новой коронавирусной инфекцией и на борту будут соблюдать строгие санитарные правила. При таких условиях с 15 июля россияне смогут отправиться в страны СНГ.